Всем привет! Я Рита Мурадова, ваш модный супер-обозреватель, ваша стильная крошка, ваша женщина 150 платьев и 180 пар обуви. Мы сегодня начинаем новую рубрику, которую я давно уже хотела запустить на канале. Это рубрика с обзором украинских брендов, брендов, которые я люблю, о которых я хотела бы рассказать, бренды, которые одеваются мои клиенты, бренды, которые я достаточно часто сама ношу, и огромное количество этих брендов у меня уже в гардеробе есть. Я считаю, что о некоторых из них вообще недостаточно пишут, недостаточно рассказывают, поэтому я решила исправить эту ситуацию. И сегодня мы стартуем нашу рубрику с очень классного бренда под названием V-Code SK. Идем посмотрим, что внутри происходит. В общем, собственно, мы уже внутри. Тут не всегда так тихо и спокойно. Мы попали на очень удачное время, потому что обычно, когда я сюда прихожу, а я прихожу в том числе сама, чтобы какие-то вещи примерять, приобретаюсь, тут иногда несколько девушек одновременно, очень красивых, тут очень красивые клиентки. Они все заходят, что-то смотрят, поэтому ты практически никогда один здесь не остаешься. Вообще бренду The Code SK уже около 4 лет, даже чуть больше. Основательница его Катя Сильченко, очень красивая, талантливая девушка. Я думаю, что вот она, кстати, в стечении обстоятельств сегодня здесь присутствует на территории самого магазина, потом, возможно, мы с ней пересечемся. И бренд, основная вот какая-то такая идентика и суть этого бренда, это такая вот игривая девушка, женщина, которая любит эксперименты. А вот, кстати, Катя, вот, которой хочется играть, которая хочет показывать свою нестандартность. Но при этом она всегда с долей женственности. Экспериментатор, спортивный, она в любой абсолютно ситуации жизненной, она остается с этой долей женственности. И мне кажется, что это очень четко отражается в ДНК самого бренда из коллекции. В коллекцию все сильнее и сильнее видно, что есть какие-то такие основные силуэты моделей, которые вот эту женственность показывают. И какое бы сочетание вещей, материалов и принтов не было, это все видно. Поэтому сейчас будем смотреть, что есть в данных коллекциях, которые в бренде присутствуют. Будем примерять различные луки внутри этого бренда. Я опасная женщина, поэтому я запаслась обувью для примерки, чтобы у вас была возможность посмотреть на различные пастелизации образы. Так что давайте будем стартовать. Подсветила все, что можно подсветить. Лобешник такой, сияет. Скажешь, когда? Я думаю, что если честно, Катя помнит брешь в первую очередь, вот самые первые какие-то знаковые, ее самые интересные модели были, это именно пальто. Поэтому, наверное, с пальто начнем. Покажу вам вот такой вариант. Пастельные оттенки. Это все оттенки бренда такого-то SK и Кати Сильченко самой. Что очень круто, кстати. Вот вы, я думаю, что еще увидите более детально Катю. Все вещи, которые она состоит у себя в коллекции, это все те вещи, которые я потенциально вижу на ней. Вот она эти вещи презентует в коллекции. Я такая, да, это точно Катя. И все, что здесь присутствует по разнообразию своим, это все Катя. Так вот, самое первое, что точно всем запомнилось, это такие вот пальто. Это пастельная такая очень легкая весенняя нынешняя коллекция. Вот эти вот спущенные линии плеча, они четкая, мягкая, плавный перелив пастельный. Он был и есть и является актуальным. В данном случае все пуговицы скрыты. Обязательно примерим, посмотрим, как оно смотрится. Вот так выглядит пальто. Очень цвета, кстати, хорошие. Грамотно подобранные друг с другом. На самом деле, для тех, кто хочет какое-то мягкое вкрапление цвета на эту весну сделать, но при этом не перебирать с цветом или опасается цвета, и обычно у него какой-то нейтральный гайзерок, вот это как раз очень хороший вариант. Еще одна достаточно знаковая уже теперь модель, это вот такие платья с обилием женственных, очень красивых рюш. Оно, между прочим, по лекалу такому скройно, что девушки, у которых более широкие бедра, более узкая талия, такие гитары или груши, как нынче принято говорить, хотя и не любитель обозначать всех какими-либо фруктами, они садятся просто идеально. А у груши, между прочим, еще и вот эта вот вся линия, плечи, ключицы, все очень классное, поэтому груши, внимание, груши, внимание, груши, внимание. Для вас это платье просто идеальное. Мы еще все будем мерить, я еще составляю луки с различными вещами, просто чтобы вы обратили внимание. Так, вот это новая модель. Очень классная. Я, между прочим, вот только-только ее увидела. Нежная. Такое платье слип, только вариация платья слип. Сизый, очень приятный серо-голубой оттенок. Кисточки такие. Кстати, перья-то тоже очень знаковая деталь для бренда The Colt Escape. Мне очень-очень нравится, она так женственно аккуратно смотрится, и у Кати как-то получается это правильным количеством вкрапления делать, то есть не переборщить с этими кисточками. Вот такое платье, на самом деле, прекрасно будет смотреться на девушках, которые достаточно широкие плечи. Во избежание всех разногласий, есть очень много теорий о том, что если широкие плечи, то должны их скрывать, а наоборот не подчеркивать. Я такое не люблю. Я считаю, что если есть что показать, это можно показывать и нужно. Большинство, между прочим, модельных типичных фигур, это либо прямоугольники, все очень ровные, либо широкие плечи на контрасте с узкими бедрами. Я считаю, что это невероятно круто и сексуально, поэтому плечи показываем. Будет смотреться очень и очень красиво. Все вот эти вот косточки, все вот эти вот перепады, все вот эти линии от декольте, все это будет замечательно. Такое платье хорошо на мероприятие, на коктейль, даже с легкими шлепанцами можно спокойно надеть в летний вечер. Так, еще одна достаточно знаковая модель. Вот многие у меня спрашивают о джинсах именно украинского производителя. Вот этот текст джинса, который я могу рекомендовать. Опять же, хорошо садятся на девушках абсолютно разных типов фигур. Допустим, девушкам по типу моей фигуры, то есть достаточно узкие бедра, они столь выразительные. Эти джинсы визуально бедра нарисуют. Девушкам, у которых более широкие бедра, они их аккуратно будут обрамлять. Абсолютно уникальный, такой классный крой. Слегка завышенная талия, но она не поднимается до, не знаю, горла, поэтому все нормально. Очень адекватно завышенные пропорции тела сохраняются. И у них есть разные расцветки. Я думаю, что их тоже примерим, посмотрим. Вот такие вот рубахи. Очень классные, удлиненные. Единственный момент, который я хотела бы порекомендовать и сказать, значит, девочкам, у которых невысокого роста, если они надевают вот такую рубашку, их желательно расстегивать, и носить скорее как кардиган, чем как рубашку, либо с каблуками. Потому что иначе диспропорция фигуры будет появляться. Если вы начинаете от плеча, перекрываете все, что ниже колена, визуально будет казаться, что туловище очень длинное, ноги короткие. И, соответственно, либо платформа, либо каблук, либо же расстегиваем. Вот так они выглядят. В этом сезоне у Кати появились модели с такими спортивными а-ля вставками. Очень интересные. Тоже посмотрим. Естественно, я вот единственный момент могу сказать, если мы говорим про что-то супер базовые оттенки, их можно много в гардеробе оставлять, если мы говорим про пастель, вот вкрапление, то есть всю коллекцию, конечно же, если вы приобретете, то будет в какой-то момент, наверное, пресыщение пастелью. Но вот если правильная свою модель, а тут очень много различных моделей как раз в пастеле выполнено выбрать, то вы будете ей наслаждаться. И в отличие от неона, про который я уже говорила, что он очень опасный, и хоть он на подиумах появился, сложно его носить и сложно его оставить актуальным, сделать классно, застилизовать. Пастель была, есть и будет актуальна, подвините мое слово, через 20 лет. Так что главное выбрать свою модель. О, какой класс. Тоже абсолютно новая такая модель. Тут есть несколько. Меди. И удлиненный такой джемперочек. Удлиненный джемпер, кстати, круто будет смотреться с какими-то юбками прессированными, с джинсами, с каблуками или с низким ходом. Можно футболочку, маечку, можно для рисковых и опасных женщин на просто красивое ажурное нижнее белье. И вот такой вариант, опять же, с платьем-слипом для рискованных и опасных женщин можно, опять же, тоже на просто ажурное красивое нижнее белье. Можно поверчивать, можно поверчивать джинсы в футболке, просто как дополнительный слой. Опять же, пастель, пастель. И вентиляция. Я вдохновлялась, вы знаете, семидесятников, там, да-да-да-да-да. Нет, вот здесь я как раз хотела о реальной женщине, в реальной жизни. Кстати, вот обратите внимание, девочки, которые девочки, девушки, женщины, все, кто романтичен, кому хочется вот какой-то такой легкости и не хочется ее искать, допустим, в исключительно зарубежных люксовых брендах, кто вот ищет какой-то такой романтичности в украинских брендах, это суперромантичный, выдержанный, классический бренд, поэтому здесь вот перья, они уместны, они красивые, здесь, если вот сказать несколько основных моделей, которыми однозначно запомнится всем этот бренд, это однозначно платье и юбки-футляры, это классное оверсайз, такое легкие пальто и это брючный костюм, мы до них еще дойдем. Вот юбки-футляры, они все с идеальной абсолютной посадкой. И таких, конечно, много не бывает, если выбираете в своем оттенке, конечно, я должна сказать, что если мы берем перья, это очень специфический элемент и пару раз вы наденете, потом вам может просто наскучить, потому что это настолько активная такая декоративная часть. Если вы берете вес перьев, особенно в нейтральной какой-то цветовой гамме, это может быть вещь на годы просто. И, допустим, сочетать ее с вот таким топом. Или же топ новосим отдельно, сочетаем с такими джинсами, с джинсами-бойфрендами, даже с каблуками, с чем угодно. Сейчас попробуем, посочетаем, различные образы создадим и посмотрим. Катя решила уйти вот в сторону такого спорта и вкрапления спорта все же с романтизмом и с классикой, то есть внутри своего ДНК решила поэкспериментировать. В результате получилась очень классная такая целостная коллекция с той же женственностью, но с ноткой спорта. И вот такие очень популярные нынче спортивочки, которые можно и с каблуками, и со шлепочками, и с кроссами, и с кедами, и с каким-то базовой футболкой, и с интересным топом или укороченным топом. Здесь такая вот деталь, как видите, слегка наиско сидит молния, что визуально вверх будет сужать. Очень хороший прием для тех, у кого как раз отсутствие бедер, как у меня. Потому что визуально вот эти вот объемы вы будете создавать поверх их отсутствия. Очень классно, тоже примерим. Инвестируйте, пожалуйста, в комплекты. Комплекты можно всегда носить раздельно, то есть отдельно вот эту курточку или, допустим, жакет в другом случае и раздельно юбочку. Если выбираете в таких нейтральных больших гаммах, а если честно, достаточно нейтральная гамма, потому что здесь у нас есть нотки розового, но и нотки бежевого и приглушенный их вариант, что в результате дает большое количество сочетаний. И так классно вместе, и так это очень интенсивно и, допустим, на какое-то мероприятие. Вот так и с джинсами, то есть отдельно куртец, футболка, джинсы и кеды. Выходной день, юбка, рубашка оверсайз и небольшие каблуки или сапоги и труба. Это вот на какое-то мероприятие, навстречу и так далее. Поэтому из комплекта получаете огромное количество сочетаний, и вам никогда такие вещи не надоедают. Ох, сейчас. Тусочка. Будет слышно, да? Давай сейчас подождем, пока прозвучит. Смотрите, вот еще в бренде, если вы думаете, вот представим, вы сидите, вы сидите ранним воскресным утром весны, на улице солнышко, настроение хорошее, скоро предстоит какое-то мероприятие или, быть может, просто вот есть желание добавить платьев. А платьев в гардеробе женском никогда не бывает много. Это я даже говорю, как человек, у которого в целом минималистичный принцип в вещах. Потому что платья не настолько универсальные, ты, казалось бы, один раз их надел, а потом через год опять хочется. Поэтому в целом как раз платье это тоже тот элемент, который, если это не супертрендовый какой-то вариант, очень редко надоедает-надоедает. Поэтому и платья, они настолько готовы элемент гардероба, потому что топ нужно под юбки подбирать. Мы это знаем, некоторым людям это сложно, потому что нужно подбирать по силуэтам, тканям и так далее. Платье все уже готово, только обувь и сумку подобрал и полетел. И вот платье женственное, летящее. Это то, на что он сто процентов, вот если вы об этом думаете, заходите сразу на деколт, смотрите, у них есть огромное количество вариантов. Как раз для неймиди очень большое количество вариантов платьев и юбок. Это очень женственная длина, все вно подходит. Есть те, кто там не хочет показывать по той или иной причине ноги и просто вот им больше нравится такая длина. Обратите, пожалуйста, внимание. Очень женственно, аккуратно, ничего лишнего. Количество принта адекватное, цветовая гамма адекватное. С каблуками, с легкими шлепочками, с босоножками, с клатчем на вечер, даже с сумкой-шоппером и босоножечками где-то на отдыхе, на пляжик. Пришла богиня, переоделась и пошла купаться. Потом надела это все, пошла в какое-нибудь кафе на пляже и сидишь, ужинаешь при свечах со шумом прибоя. Красиво, удобно, очень легкий, действительно, дышащий материал, что немаловажно. Так что да, да, еще раз да, все будем мерить. И важный момент, важный момент. У Кати очень классно сейчас, я говорю у Кати, потому что Катя, собственно, основательница бренда, поэтому когда я говорю у Кати, я говорю бренде такого-то ски. Вот, вот, вот. Очень хорошая, классная, вот такая нейтральная цветовая гамма и вся эта коллекция в стиле сафари, она супер удачная. У меня самой есть несколько элементов, очень многие мои клиенты тоже любители этой коллекции, потому что она вот такая миксуемая. Взял топ, базовый, универсальный, с джинсами, с юбками, со всем чем угодно. То есть он будет жить в гардеробе очень долго и ничего с ним не произойдет. Взял брючки, казалось бы, брючки на высокой посадке, кстати, и грушин хорошо, и вот таким ровненьким, хорошо, потому что визуально бедра создают, а у груш они как раз просто их подчеркивают, визуально ничего не увеличивают. Вместе хорошо, по отдельности хорошо, вот это представляем сразу с такими лоферами или с каблуком, или с укороченным топом, или с футболкой, или с бомбером каким-то сверху. Это можно с джинсами, с юбкой, с брючным костюмом в качестве просто такого нейтрального топа. Вот все это очень миксуемое, поэтому, конечно, я очень люблю вот эту нейтральную цветовую гамму и у Кати она удачная. И за что я люблю бренд The Cloudy Skate, честно, это то, что у них лекала хорошая, то есть, когда вещь по тебе садится, она садится, ничего с ней не происходит. Ну, и у них есть возможность, если что-то не так село и где-то великовато, всегда все можно ушить, подшить. Вот, пожалуйста, вариант такой же с классной спортивной деталью в виде юбки-футляра. Для тех, у кого есть какой-то офис, и не супер строгий офисный дресс-код, потому что те, кто сейчас говорят про офисный дресс-код, сейчас набросятся такие Маргарита, говорите, не строгий офисный дресс-код, или вы руководитель в какой-то компании, в которой все-таки нужно оставаться собранной серьезной дамой, опасной, но при этом, опять же, выглядеть презентабельно, вот вам вариант. Все будем мерить. Ну, потому что нужно, потому что должен быть какой-то детокс, иначе потом вообще ничего не хочется. Я же по себе даже вижу, когда я на отдыхе, очень многие там пишут, спрашивают, почему там больше, не больше, а я не хочу больше, отдых у меня как раз для того, чтобы это была не медийная часть, а часть восстановления, полного отключения. Я тогда возвращаюсь такой вдохновленной, мне все хочется, я готова, у меня куча идей уже появилась. Людям нужно, чтобы потеплело, вот по опыту даже с клиентами, никто даже не хочет никакого цвета, никаких легких платьев, хоть даже наступила весна, им нужно, чтобы реально было тепло. Вот, да, потом вдруг резко все платья сразу нужны, юбки нужны, цвета нужны, все хочется, рюши и так далее, до этого никто даже об этом слышать не хочет. Так, продолжаем. Мы пришли к моему любимому элементу, вы знаете, я слаба, я слабая, опасная женщина, я очень люблю жакеты, я очень люблю брюки, я очень люблю брючные костюмы, для меня это самое, ну вот, если можно выбрать, несмотря на то, что я стою перед вами в платье, для меня это супер, самое удачное сочетание в мире моды, как для мужчин, плюс для женщин, и оно настолько универсальное, ты его надеваешь на мероприятие, ты надеваешь на встречи, надеваешь на каждый день, на свидание, выгулять собаку, прогулка с ребенком, встреча с подругами, знаете, как это, кто смотрел советские фильмы, тот знает, было, значит, в фильме девчата, была такая Тося, которая, блюдо из картошки, она повариха была, и она рассказывала про количество блюдо из картошки, которое можно приготовить, потому что ей не верили, так вот, я как Тося с этими блюдами из картошки, точно так же я с этими брючными костюмами, могу вечно о них говорить, и все красиво смотришь, и все прекрасно получается, поэтому и с футболочками, и с маечками, и вот опять же, как я уже говорила, возвращаемся к вот этим хорошим лекалам, здесь они действительно хорошие, все сочетается, вместе смотрится, отдельно жакет надели, он держит форму, видим, структурированный, отдельно надели брюки, и вот эти все полосочки, все выточки, все прекрасно садится, абсолютно, принт нейтральный, поэтому, да, еще раз, да, тоже будь мерить. Есть у нас тут очень интересный элемент, это такая комбинация, значит, топа, тут есть понейтральные, есть более яркие варианты, топа, и труселей, труселей на высокой посадке, очень классный вариант, для рискованных, опасных, как я уже говорила, женщин, можно сочетать, допустим, если у вас есть какая-то полупрозрачная юбка, то есть, как-нибудь просвечивать, на отдых, идеальный вариант, для дома, кстати, я любительница вот таких вот комплектов, особенно летом, идеальный вариант, тоже посмотрим, как будет сидеть, Катя молодец, и понимает, что нужно женщине, поэтому, когда ты приходишь, ты сразу базовый топ, можешь приобрести и примерить, совсем вот этим таким более ярким, потому что достаточно часто, я по опыту, опять же, своих клиентов говорю, когда они сами какой-то шопинг совершают, они смотрят на яркую вещь, иногда, если другие вещи тоже яркие, не понимают, с чем это сочетать, и как это в обычной жизни будет смотреться, поэтому возможность вот это вот примерить с базой, это уже хорошо, давайте еще что-нибудь посмотрим, и начнем мерить, значит, один, мне кажется, один из самых продаваемых абсолютно элементов на данный момент в бренде, это вот такой вот жилет, слэш, платье, которое можно опоясать, и можно носить в комбинации с другими вещами, бренда можно отдельно, есть еще дренч, очень подобные, только, естественно, с рукавами, вот это вот два самых таких знаковых сейчас элемента в коллекции нынешней, чем они классные, тем, что вот эти накладные карманы, вот этот вот дух милитари, который сейчас актуален, присутствует, но, как обычно, всегда с очень женственным таким твистом, с очень женственным направлением, нотка эта присутствует, но очень грамотно, и классно смотрится, и опять же длина мидии, которую я, как вы уже знаете, очень люблю, его тоже примерим, я думаю, что большинство из вас уже видели это платье на мне, у меня было видео с новогодними нарядами, вариантами новогодних нарядов, на все случаи жизни, дома, на вечеринке, на мероприятии, где угодно, и вот это платье было на мне, я в него влюблена, это rose gold, такое розовое золото, оттенок абсолютно всем подходит, идеально садится, открытое плечо, секс, любовь, романтизм, все есть, и идем сразу, переходим, в общем здесь я сегодня вынашиваю своего ребенка в виде звукозаписывающего устройства, поэтому если вы думаете, что это за штукенция у меня здесь, это я запеленала, рекордер, продолжаем дальше, и идем вот в эту сторону, как я уже говорил, вообще бренд называется The Code, сразу становится понятно, знаковая штукенция, это верхняя одежда, точнее пальто, с этого все начиналось, потом пошло дальше, но вот тема классной, крутой верхней одежды, за которую сюда, как раз покупательницы переходят, она очень продолжается, в данном случае, например, у нас есть нынешняя коллекция, весенняя, вот такой очень тонкий, классный дождевик, слэш тренч, с крутейшей резиновой вставкой, вы знаете, я не люблю резиновые вставки, вот эти резиночные штукенции, они обычно смотрятся достаточно искусственно, здесь вот вписалось, здесь все сложилось, очень интересное соединение, столь тонкого, легкого материала, столь плотным материалом, вставка аккуратно смотрится, женственный силуэт, накинул поверх платья, поверх треников, куда-нибудь выбежал, на мероприятие, можно так прийти, можно в качестве платья надевать, на самом деле, для самых смелых, такое же есть, очень похоже, с немного другим решением, без вставки, позади, в уже коллекции, которая сейчас была, кто не смотрел, кто не следит за моим инстаграмом, почему, кто следит, тот видел, что я была на показе, как раз осень-зима, которого нам предстоит, и вот этот рэндж, этого показа, сейчас вообще вся, вот эта часть, это с показа осень-зима, поэтому вы сразу же видите, смену настроения, оно такое более глубокое, насыщенное, серьезное, потому что вы помните сами по себе, да, когда каждый сезон, хочется чего-то нового, когда наступает осень, все-таки, я не хочу носить черное, темное осенью, как только наступает осень, все-таки, в кокон свой собрались, и начинают носить все самые глубокие, на которые только может пасть взор, поэтому вот это вот все, это однозначно такая, причем это еще и компромисс, у вас тут нет 150 черных различных позиций, у вас тут все очень в балансе, поэтому сразу видно, во-первых, очень много клетки, она была есть и будет актуальна, кто говорит о том, что клетка не актуальна, зачем он это говорит, опять же, те же знаковые платья, но немного в другом прочтении, акцент на талии сохраняется, вот эти вот очень крутые резиновые вставочки, которые, кстати, были в варианте приглашения таких заколочек для волос на сам показ, и опять же, по запросу, вот это мне очень нравится, накладные карманы, для девушек, у которых не самый большой размер груди, вы меня спрашиваете, как визуально увеличить грудь, сделать это грамотно, вот, пожалуйста, никакого пушапа не нужно, добавили накладные карманы, вот эта деталь полностью с оттенком тела сливается, акцент на талии, попу тоже можно визуально увеличить или акцентировать, вот так вот, хо-хо, садится прекрасно, каблуки, многие спрашивают, как носить вот такие платья, если мы говорим про осень-зиму, когда, собственно, холодно, то просто с платья, допустим, я не знаю, с лодочками носить, это с босоножками не будешь, сапоги труба или сапоги гармошка, или сапоги чулок, прекрасный абсолютно вариант, все варианты продлевают ногу, визуально сторонят силуэт, прекрасно сохраняют вас в тепле, ничего нигде задувать не будет, я могу гарантировать, так что, да, да, еще раз, да, такой же вариант в виде юбки, верхняя одежда, оверсайз такой бомбер, посмотрите, то есть на мне он приблизительно где-то заканчивается ниже по пенсия, что очень круто, потому что практично, вариант многослойности с ним прекрасно работает, потому что за счет того, такого объема, можно надеть и кенгурушку, и под нее футболку, или можно надеть рубашку, сверху джемпер, сверху пиджак, и сверху еще вот этот бомбер, и все будет очень классно смотреться, и достаточно теплый, так, 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 для тех, кто хочет еще чуть-чуть потеплее на осень-зиму, пожалуйста, юбки-футляры, с каблуками, с низким ходом, но с низким ходом можно только очень высоким девочкам с длинными ногами, всем остальным, если надеть такую с низким ходом, визуально, опять же, будут ноги казаться короче, и тулощи длиннее, то есть вы будете выйти себя немного приземлять, сокращать, поэтому большинство людей как раз с небольшим хотя бы каблуком, и желательно с удлиненным носком, то есть кит-н-хилл в виде босоножек, в виде лодочек, в виде, допустим, чего бы еще, а, допустим, сапоги-гармошка, идеально, а если еще и острый носок, визуально будете казаться в 350 раз длиннее, так, ух, а вот вам такой современный твист на классическую рубашку, более теплый оттенок молочный, намного лучше смотрится абсолютно с любым оттенком лица, потому что мягче смотрится, вот всем невестам посвящается, любительницы надеть белое, такое белизной белое платье, на фоне которого, собственно, видны все покраснения на лице, малейшие, лучше выбирать в целом, вот такие молочные оттенки, они намного круче смотрятся, более естественно, лучше сливаются с кожей, очень мягко, ничего лишнего не подчеркивают, сглаживают, то есть эффект такого инстаграм-фильтра в реальной жизни, и опять же со спортивными элементами, то есть как бы классическая рубашка, но не совсем классическая, хо-хо, так, давайте, хватит говорить, давайте мерить, идем, первый наш лук, обещанный костюм, сейчас юбочный костюм, посмотрите на хорошую, очень хорошую длину миди, вот это та правильная длина юбки-футляра, которая должна быть чаще всего, сейчас я вам покажу, где должна быть неправильная длина, если начинаем поднимать, и на самой широкой части икры останавливаем, визуально вы кажетесь короче, больше, толще и ниже, вот так было бы коротковато, универсальный принт, все хорошо, идеально сочетается, отдельно надеть жакет, хорошо смотрится с джинсами, с юбками, со всем чем угодно, отдельно надеваем юбку, можно с таким, как знаете, как называется, сайдбуб, когда как бы немного секса, всего чуть-чуть, а можно с рубашкой надеть, это очень вообще идеальный такой костюм для работы, для девушек-руководителей, для CEO некоторых компаний, в которых нет супер строгого до стресс-кода, в том числе, можно красные губы накрасить, можно надеть рубашенцу или блузу, можно надеть еще выше каблук, потому что здесь у нас такой аккуратный кит-эн-хилл, и идти на мероприятие, складчем со структурированной сумкой, все будет очень гармонично, поэтому я люблю костюмы, потому что они супер миксуемые, и обратите внимание на жакет, плечи структурированы, форму держат, визуально геометрию в образе создают, создают, все хорошо, сейчас этот же комплект примерим с брюками, так, друзья, собственно, тоже только профиль, или с брюками, очень классное, как я говорила, деловое сочетание, на девочках уличные костюмы мне вообще сильно нравится, считаю, что это сексуально, женственно, красиво, абсолютно на любой повод подходит, с высоким каблуком, с низким каблуком, с тренниками, с кроссовочками, со всем чем угодно, с футболкой, или можно вот такой опасной женщиной быть, ничего не надевать, или надеть просто какой-то красивый лиф, застегнуть на одну пуговичку, красные губы, розовые губы, неоновые губы, и идти на мероприятие, и, кстати, вот эти же брючки, спокойно надеваем, просто с рубашкой, с какими-то лоферами, можно даже яркими лоферами, и идем на работу, например, или на встречу, вот так вот все выглядит, кстати, хочу сразу сказать, что все вещи этого бренда идут размер в размер, то есть у меня, например, чаще всего XSS, здесь, девочки уже знают, это очень смешно, мы шутим о том, что плюс 2 булочки, минус 2 булочки, у меня XSS, чаще всего все зависит, в первую очередь, от лекала, потому что, ну, как-то что-то одно садится хорошо, что-то садится чуть более великоватым, поэтому все можно под себя подшить, точно так же по всем, но не стоит бояться, здесь, если у вас, например, размер S, здесь L-ки не будет, и, наоборот, XS-ки здесь не будет, можно четко свой размер заказывать и иметь. Собственно, следующий комплект, у Кати, получается, без корсета делать вот такой вот корсетный, абсолютный деталь, в которой совершенно по-другому себя ощущаешь, бренд за кого-то, ну, там теми тоже знаменит, все вот эти вот выточки, ты визуально в стороне выше, красивее кажешься в 150 раз, а такой топ функциональный тем, что в целом, конечно же, можно его с джинсами, с шортами, с юбками другими носить, юбку вот эту, сейчас я попробую, оп, а на самом деле, я ее показывала вам, она достаточно базовая, с вот такими нейтральными босоножками, аккуратно смотрится, можно спокойно с футболкой надеть, с майкой, с рубашкой, а в комбинации как раз с этим топом, если все вместе носить, получается очень красивый костюм, завершенный, с достаточным количеством декоративных деталей, но они нейтральны, и цвет-то нейтральный, поэтому в результате все смотрится гармонично, и вот так можно, вот если возникает вопрос, куда можно в таком ныряде пойти, коктейль, мероприятие, показ, прогулка, свидание, встреча с подругами, куда угодно, температурный режим для такого комплекта, потому что все-таки достаточно плотная ткань, это приблизительно 15-20 градусов, то есть что-нибудь нужно будет накинуть на плечи, чтобы потом в помещении это снять, или же если вы, как я уже говорила, опасная женщина, то спокойно можно надеть это все и на плюс 20-25 градусов на улице, и быть красоткой, очень-очень хорошо садится, визуально создает талию там, где ее нет, и наоборот, визуально, например, в моем случае, потому что мне нужно немного, расширяет бедра, и на фоне этого талия еще уже кажется, все очень пропорционально, красиво, аккуратно, в данном случае, между прочим, топ мне нужно было взять именно в эске, за счет того, что, не обращайте внимания, у меня просто достаточно широкая грудная клетка, и грудь тоже не первого размера, поэтому иногда в топах я чаще здесь S, чем XS, низ XS, садится просто, опс, что это я тут такое прицепила, садится идеально, это вот тот стиль сафари, который супер носибельный, применимый к жизни, все хорошо сочетается, хорошо смотрится, и будет актуальным не один сезон, и все эти накладные карманы, визуально как бы увеличивают то, что нужно увеличить, например, вот чик, грудь, бедра, талия, очень гармонично, собственно, следующий комплект, сразу скажу, что не извеликоват, потому что здесь S, внизу нужна XS, но в целом, вы понимаете, вот строение данного комплекта, у нас есть топ, топ садится идеально, такой же топ надеваем, с джинсами завышенной талии, с брюками завышенной талии, с шортами, можно здесь очень красиво будет смотреться, хо-хо, перемещаемся вниз, у нас есть юбка, да, яркая, но, если надели ее не с таким верхом, допустим, мэчинг, да, а просто с белой футболкой, можно совершенно спокойно носить ее в нескольких вариантах, и она вам будет служить очень долго, потом повесили в гардероб, вспомнили о ней через полгода, и все так же актуально, садится очень хорошо, как видите, посмотрите, вот на эти выточки, собственно, по талии, садится, если по размеру, то хорошо, визуально тут еще есть пространство для более широких бедер, поэтому, как я уже говорила, девочкам, гитарам, слэш, грушам, будет идеально, и песочным часам будет идеально, а тем, у кого этих бедер нет, на вас все посадят, посмотрите, бедра визуально сделают, пропорции сохранят, потенциально этот комплект, я бы надела еще с чуть более высоким каблуком, чтобы пропорции просто фигуры сохранились, и вот такой в бренде представлен клатч, вечернего характера, коктейль, званый ужин, все что угодно, с дресс-кодом, который позволяет открытый совсем верх, потому что, если мы говорим про дресс-код black tie, то там, конечно, такой фривольности нельзя, но в целом, очень-очень, да, летний коктейль, это именно та вещь, именно то сочетание, которое спокойно можно употреблять, собственно, не каждый день ходить на каблуках, поэтому постараемся примерять образы, которые не только с каблуками сочетаются, этот образ и с каблуками будет сочетаться тоже, но, кстати, не каждый лук сочетается с низким ходом, как мы с вами уже выяснили, это тот вариант, который сочетается очень классно, в данном случае у нас есть такие ковбойские, нынче очень популярные по названию казаки, хорошо смотрятся, хорошо сидят, несмотря на то, что это темный низ, который визуально изначально немного вас, как бы, делает визуально ниже, за счет просто оттенка, за счет черного, если бы это были светлые казаки, вы визуально стройнее и выше казались бы, но тем не менее, с черными казаками тоже просто прекрасно, очень песочный, очень такой в стиле сафари, расслабленный комплект на каждый день, так можно пойти, вот, короче, такая безрукавочка, можно заменить на футболку, можно заменить на рубашку, можно заменить на какую-то у меня, ну, очень расслабленную рубашку, можно без тренча, можно кардиган вместо этого тренча, можно тренч застегнуть, можно его вот так вот расслабить и носить фактически в формате кардигана, комплект, который вот просто идеален выйдет, на шопинг вы едете куда-то, В другую сторону, в поездку тоже очень комфортно, потому что все вот это вот не сковывает движение, все вот это вот идеально на температуру плюс 15, плюс 20, можно просто накинуть, снять, сверху надеть шарфик, на прогулку куда-то, на встречу, на мероприятие, потому что он достаточно собранный, несколько оттенков более глубоких и более светлых одного и того же цвета создают в целом глубину и насыщенность образа, его интересно рассматривать. Тут более светлый, тут более теплый, светлый, тут более глубокий, черный просто как нейтральный такой вариант, в данном случае я бы много, например, аксессуаров, каких-то украшений не добавляла, чтобы был акцент именно на такой вот интересной многослойности, большом количестве накладных карманов, вы можете решать для себя. Если говорить про сумку, то сюда подойдет и как расслабленный шоппер, точно так же что-то собранное, какая-то структурированная а-ля селинбокс, который вы у меня могли видеть. Вот так вот все сидит, очень хорошо, и у меня точно такие же штаны, только в размере XS здесь просто S-очка уже осталась. Между прочим, S-очка, знаете, говорю, как этот продавец-консультант в каких-то магазинах, S-очка, размерчик, бирочка. Так вот, вот эти брюки, они супер универсальные, их можно с футболкой, со шлепками и куда-нибудь на отдых с собой брать, они достаточно тонкие, очень комфортные, и какой-нибудь итальянский, городской отдых или отдых где-нибудь на морях, вот просто идеально. Совсем сочетаются и с кедами, и со шлепками, и с всем будут хорошо смотреться. Базовый топ, который я вам показывала, плащ, как элемент объема и женственности, можно, кстати, его заменить просто на жакет какой-то, и точно так же круто смотреться будет. Кстати, молодые мамы, те, кто думают о том, что можно носить только кроссовки, не обязательно, вот в таком же комплекте вам будет настолько же комфортно. Низкий ход, ничего лишнего, все прикрыто, все мобильно, вот так. Смотрите, вот это вот тот вариант, который я вам показывала. Во-первых, это одна из самых продаваемых сейчас и запрашиваемых вещей, такой полутренч, полужилет, полуплатье. Надел, завязал на пояс платье, снял, расстегнул, можно поверх той же комплекта из стандартных джинс и просто футболки. Идеально смотреться будет. С низким ходом, точно так же, кстати, будет хорошо смотреться. Или с каблуком, или с таким китинг-хилл, как на мне. И на мне сейчас, между прочим, я вот у себя в Инстаграме недавно их показывала, мне прибыли вот эта пара обуви, это мюли, из коллаборации бренда Флэральд и скандинавского блогера Анук Ив. Очень классные, очень комфортные. Если вам что-то нужно на весну-лето, удлиняющие ногу, визуально очень красивые, нейтральные, чтобы с телом сливалось. Вот это они. Ничего лишнего, с юбками, брюками и так далее, и тому подобное. Так вот, возвращаемся сюда. И платье у нас в данном случае образовалось очень стройнящее, очень красивое, элегантное. Длина идеальная, щиколотку видно, потому что как только она перекрывается, пропорции могут искажаться. Щиколотку видно, с низким ходом, с каблуком можно носить, в качестве жилета можно носить, в качестве платья носим. Все накладные карманы и другие детали очень аккуратные, и сама цветовая гамма нейтральная, поэтому фактически что в этом сезоне, что в следующем сезоне будет актуально. Но нужно понимать еще такой момент, что на самом деле стиль милитари, который говорят в моде стиль милитари, вот вы мне лучше скажите, когда он не в моде. Нету такого сезона, потому что всегда он актуальный, точно так же, как и леопардовый принт, точно так же, как и классическая клетка актуальна. Поэтому, когда мне говорят в моде, у меня всегда есть вопрос, а когда он будет не в моде. Так что да, вот такой вариант платье будет в моде абсолютно всегда. Вот в таком варианте именно с каблуком можно пойти на мероприятие, можно пойти на встречу, на свидание, куда угодно. С низким ходом можно вообще на прогулку с ребенком отправляться, естественно, не супермаленьким, который не очень быстро бегает. Потом, естественно, в таком обличии можно куда-то идти на свидание, на ужин. Температурный режим за счет того, что ткань достаточно плотная, но отверстий, так сказать, для вентиляции много. Можно сказать, что это приблизительно 18-20 градусов плюс-минус. Сверху можно накинуть все тот же плащик, который мы уже мерили. Или можно ставить, так сказать, а-ля натюрель. Аккуратно, красиво. Девочки, которые стесняются в верхней части руки и такие, ой, я не хочу открывать, не хочу носить бретельки. Обратите внимание, все, что нужно, все прикрыто. Как раз накладными карманами. Казалось бы, они привлекают внимание, но они все перекрывают. Поэтому красиво, аккуратно и практично для всех, кто сомневается в вот этой вот части своего тела. Так, смотрите сразу. Вот это вот наша такая объемная рубашка. Абсолютно застегнутая. Все-таки в таком варианте я ее советую либо с каблуком, либо девочкам очень высоким. Даже в моем случае, у меня метр шестьдесят четыре, это стандартный рост. Визуально я окажусь короче, если я надеваю ее с джинсами, и кажется, что туловище длинное, ноги короче. И даже небольшой каблук сильно не спасает ситуацию. Поэтому в данном случае я бы ее расстегивала еще чуть больше. И открывала вот эту часть, чтобы сохранить пропорции. Потому что вот так видно, где начинается талия, где ноги. И все в результате в балансе. Как только мы это перекрываем, кажется, опять же, что у нас есть очень объемный верх, как у Аллы Борисовны, да, и коротенький низ. Поэтому только высоким девочкам можно вот такую полностью застегнутую и с чем-то еще и объемным внизу и на низком ходу. Всем нам, кому с ростом не так повезло, желательно чуть приоткрывать вот эту границу, где талия начинается и где все переходит в бедро, для того, чтобы пропорции сохранялись. Или же вот эту рубашку носим, точнее джинсы надеваем, например, с белой футболкой. Причем они такие, что можно их показать. Они очень прикольные. Вот эта стилизация бронзовая, красивая, аккуратная. Корсетный элемент здесь в районе талии и бедер. И рубашку носим фактически как кардиган, как накидочку. Тогда пропорции сохраняются, никаких проблем нет. И опять же, эти джинсы можно застегивать. Как видите, мне нравится такой слегка, типа, неряшливый, расхлябанный вид, когда мы не застегиваем вот эту часть, чтобы они не полностью прилегали к ноге, потому что как только они полностью прилегают, визуально все еще уже меньше кажется. А мне хочется какой-то такой расхлябанности. Так что вот так это все выглядит. Еще эту же рубашку можно на самом деле заправлять в юбку. Спереди полностью заправить, тогда пропорции сохраняются. А позади вот этот шлейф, достаточно длинный сам по себе, оставляем. Красиво, стильно, аккуратно, и пропорции сохранены. Как маленькая девочка, типа, надела мамину рубашку. Или мамину платье такая. И вот такой вариант с поясом и брюки из такой же тематики, они в результате, во-первых, цельный силуэт создают и пропорции сохраняют, потому что акцент на талии, вот он возвращается. И тогда все очень красиво. И посмотрите, как с низким ходом круто смотрится. Просто сейчас как раз этих брюк нет, так что представляем, как это будет выглядеть. На модели все показано. Но даже не на модели будет выглядеть круто. И можно вот в таком, по-моему, комплекте, кстати, куда-нибудь, я не знаю, на отдых, на прогулочку. Теплый летний весенний день. Собственно, по итогу, всегда в этой рубрике мы будем делать определенные выводы по поводу бренда. Будем говорить, кто сможет, о плюсах и минусах, о том, на что стоит обратить внимание, кому этот бренд подойдет и в этом подобное. В целом, я должна сказать, что если бы посмотреть на бренд E-Code поверхностно, можно было бы подумать, что это бренд исключительно для таких экстра девочек-девочек, романтично-тветящих, легких. Но с эволюцией бренда пришла вот эта вот такая классическая спортивная нотка, которую мы видели в последней коллекции. Поэтому я могу в заключение сказать, что бренд для девушек, которые хотят определенную долю женственности оставлять, но при этом жить в современном активном мире. Особенно последняя коллекция нам об этом говорит. Естественно, если вы девочка-девочка, вам нравятся легкие летящие силуэты, этот бренд вам на 100% подойдет. Если вы молодая мама, этот бренд вам тоже, честно говоря, подойдет. Очень много комфортных силуэтов. Если вы человек, который работает в индустрии какой-то, вы руководящий, вы занимаетесь руководящей позицией в каком-то бизнесе, не супер строгой, но все же офисный дресс-код, или в целом вам просто нужно так собрано, элегантно одеваться, тоже этот гештальт закрыт. Кому может мне подойти данный бренд? Это, скорее всего, людям, абсолютно минималистам, которые создают капсулы из 20-30 вещей, внутри них все должно миксоваться, потому что здесь ты заходишь и тяжело остановиться. Более того, естественно, платья, если мы говорим про какие-то такие элегантные, коктейльные, они все более нарядные, и они меньше миксуются с обычным вашим гардеробом. Но для тех же минималистов, если честно, можно посмотреть на последнюю коллекцию осень-зима и обратить внимание на вот эти вот впринтованные в клетку юбки, платья и так далее, которые будут супер универсальными и подо все подойдут. Поэтому в целом бренд универсальный и более глубокий, чем может показаться на первый взгляд, глядя на историю бренда. На сегодня это все. Пишите, пожалуйста, свои комментарии внизу, пишите, какой из образов в целом вам больше понравился, на что обратили внимание, что заинтересовало. Пишите свои пожелания по продолжению этой рубрики. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.